100 жилищных сертификатов сегодня вручили ветеранам боевых действий в Афганистане и на Кавказе и ветеранам Великой Отечественной войны. Документ позволяет получить деньги на покупку квартиры. Средства выделены из федерального бюджета. Каков размер индивидуальной выплаты и от чего он зависит? Подробности у Ксении Тойчкиной. Сегодня в администрацию города пригласили 70 ветеранов Великой Отечественной войны. Свои сертификаты они должны получить в торжественной обстановке. Сколько из них смогли прийти на встречу с мэром? Сейчас узнаем. В зале многолюдно, но большая часть гостей не виновники торжества, а их сопровождающие. Из 70 ветеранов Великой Отечественной доадминистрации смогли дойти лишь 29. Я не буду сегодня произносить пафосных слов. Я скажу искренне, что я очень рад за вас. Очень рад, что многие сюда сумели прийти. Те, кто не сумел поучаствовать в нашем торжественном мероприятии, мы побываем у них дома, вручиваем эти сертификаты и тем самым эту задачу, эту миссию, которая нам поручена, выполним сполна. На церемонии выясняется, многие ветераны просто не в состоянии пройти по красной ковровой дорожке. Мэр принимает решение изменить процедуру награждения. Ветераны не скрывают эмоций. Одни искренне радуются. Услышав, наконец, свою фамилию, слова благодарности, выкрикивают, еще даже не получив сертификат в руки. Спасибо большое, спасибо вам большое. Какие вы еще энергичные. Я вам на 120 лет жить. Спасибо. И вам тоже. Спасибо. Здоровья вам. А у других слезы на глазах наворачиваются. Раиса Ивановна Сербина этого момента ждала всю жизнь. В декабре участнице Великой Отечественной исполнится 90 лет. А своей квартиры у нее нет до сих пор. Нету своей квартиры. А где живете, с кем? Я одна живу, снимаю квартиру. Снимаете квартиру до сих пор? А сколько лет уже снимаете? Ну, я давненько. У Раисы Ивановны теперь есть возможность решить свой жилищный вопрос. Размер выплаты для нее, как для ветерана Великой Отечественной, 1 миллион 178 тысяч рублей. Такой же сертификат получила и Анна Васильевна Фондо. Только вот хватит ли выделенной суммы на приобретение квартиры? А ну, не хватит. У меня пенсия. Ну, она это идет на такое. Мнение ветеранов разошлось с позиции чиновников. По их словам, чуть более миллиона рублей сегодня вполне достаточно, чтобы приобрести достойное жилье. Ветеранам Великой Отечественной войны возможно приобрести реально даже двухкомнатную квартиру, если она будет эконом-класса и не в центре города. Третий год ветераны боевых действий обеспечиваются только за счет средств федерального бюджета. Это обеспечение 18 квадратных метров жилья на стоимость квадратного метра, утвержденную Минстроем России. Сегодня жилищные сертификаты получают и ветераны боевых действий в Афганистане, Кавказе. Для них суммы скромнее. Согласно федеральной программе, они имеют право только на 600 тысяч рублей. За ними в администрацию пришли 19 человек из 30 приглашенных. На мой взгляд, эта сумма, конечно, маловато. Это люди тоже, которые рисковали своей жизнью. Это люди, которые тоже достойны всяческой поддержки. Они ведь не сами туда пошли. Когда защищали Родину на Великой Отечественной войне, это одна сторона вопроса. Когда они выполняли долг интернациональный, это уже несколько другая сторона. И, естественно, что их, на мой взгляд, их надо поддерживать в большем масштабе. И тут позиции ветеранов и чиновников тоже разошлись. Это еще работоспособные граждане, которые могут взять ипотеку. И это будет не только первым взносом, может быть, и половина квартиры, стоимости квартиры, которую они будут приобретать. Так или иначе, сертификаты по итогам 2015-го распределены. 30 для ветеранов боевых действий, 70 для ветеранов Великой Отечественной. Есть и те, кто так и не дождался выплат от государства. У нас за этот год, к сожалению, 11 человек, которые не дождались этой выплаты. Ну, вы сами понимаете, это объективные причины возраста. Это, как правило, уже люди, достигшие 90 лет. И, ну, к сожалению, их не стало. Сейчас в очереди на сертификат стоят 23 ветерана Великой Отечественной и 122 участника боевых действий. Получат ли они их? На этот вопрос пока нет ответа. Как сообщили в администрации, все будет зависеть от суммы, которую федералы выделят по программе на Омский регион. Если, конечно, он не будет исключен из нее на следующий год в связи с кризисом. Ксения Туечкина, Сергей Гаврилов, Антенна 7. Продолжение следует...